и так привет друзья и гости канала всем огромнейший привет и я вчера заснял для вас интересный обед который думаю многим понравится и многих заинтересует я его снимал там были большие квартиры но реально были большие квартиры и как сказал девочка с отдела продаж не нравится нашим покупателям большие квартиры не большие квартиры нравится всем только дебилу не может нравиться нормальная большая квартира а покупает студию сочи не потому что им не хочется жить в 100 квадратных метрах а потому что но как-то не скажет правильно потому что квадратный метр стоит черт знает сколько если бы например сейчас мы объявили цену в 100 тысяч рублей за квадратный метр например жилом комплекс в мечты труб никто здесь никак в жизни студию не купил бы в 34 квадратных метров все покупали только нормальные хорошие полноценные квартиры до которые есть здесь 78 квадратных метров и 87 но этого не происходит и людям приходится их начинать любить тот или иной то же самое что сказать да любят например там до японские автомобили да никто не любит японские автомобили с рулем бардачке только больной на всю голову человек может любить потому что нет возможности любить новый автомобиль с левым рулем с салона и поэтому приходится любить у нас правый руль не потому что на нем удобнее кататься не потому что он надежный нет это все мифы дальневосточников я вам серьезно говорю любому дальневосточнику предложили новый автомобиль с автосалона да он никак в жизни не не сядет на пропукованного на засратого японца сто процентов такие эксперименты были он сейчас уже уже и весь новосибирский омск же все у нас на левом руле потому что правый руль все но как бы люди начали зарабатывать гораздо больше ну да ладно в общем снял хороший комплекс там последний даже остались квартиры большими положено а остальные квартиры взяли и разделили как свое время разделили у нас с квартиры жилом комплексе и так далее поэтому короче сегодня вы у меня на канале увидите но мы с вами потихонечку продолжаем наш новостной блог а тем временем температура в сочи планирует побить очередной рекорд потому что как вы догадались да где-то довольно-таки жарко у нас получилось то есть лето был не очень жарко а вот осень говорит что будет просто бомбическое найти бомбическо-порнографическое будет но об этом люди говорят и в общем посмотрим в общем маркетный сезон будет классно хотя вы сказали блин конечно же вода в море стала холодная если она была совсем недавно 27-28 градусов сейчас 25 градусов но ребят на секундочке в июне она была 21-22 градусов в любом случае скупаться все равно комфортней даже если 25 градусов я считаю это даже гораздо круче чем например не за это короче нормально он волга плюс 16 градусов тем временем еще один крупный отель с пляжем срочно продают в сочи и это у нас отель лучезарный который находится в скотинском районе у них есть собственный пляж в общем я думаю все равно и купят там стартовая цена а вот от 200 миллионов рублей торги все единственное что многих отпугивает то что администрация судилась все с этим отелем потому что типа они не целевой использованы земли что-то еще короче но администрация везде проиграла но все равно пытается как-то этот отель отжать себе а тем временем отель звездный который находится в центре ну как в заречном районе тоже выставили на продажу продает его ленинградская область вот так ему принадлежит поэтому отель звездный тоже продают и скорее всего скоро там будет самые дорогие апартаменты если сейчас в мантеле самые дорогие апартаменты да там три миллиона рублей за квадрат метр но я думаю что расположение у звездного на голову лучше инфраструктура у звездного гораздо интересна поэтому вот как бы так все распродают все отели распродаются с молотка непонятно зачем ну и что иди куда хочешь у тебя послали на вот иди куда вот в общем вы за две с половиной тысячи рублей можете купить единый билет и сразу оказаться и на роза хутор и на альпике и конечно же на газпроме и и конечно же на красной поляне в общем посетить самые высокие точки и вот с осенью это наверное то самое лучшее время для того чтобы вы могли вот как раз в горы сходить потому что знаете когда ты поднимаешься в горы ты проходишь все времена года внизу у тебя лето жара один уровень поднимаешься там осень а еще один уровень поднимаешься потому что в горах уже уже был даже немного снег поэтому блин это реально очень круто это неподражаемый вполне возможно если завтра не поеду на рыбалку а мне уже на трубалке тошнит я скорее всего поеду на сказали на красной поляне просто хочу давно не был на крас поляне хочу подняться прогуляться для вас все поснимать ну в общем реально круто покажу за что любят красную поляну ну что идем дальше идем дальше идем дальше в россию простят механизмы изъятия неиспользуемых земель ну например взяли долгосрочную аренду города землю да соответственно раньше там за встречи трех лет вы ее на ней ничего не построили начинают могут изымать там еще это все сложное так сейчас будет гораздо проще тем самым хотят это подвисал на свой приказ мишустин тем самым те земли которые сейчас сочи бесхозно есть из них легко государство себе отнимет ну что все делать для того чтобы навести наверное порядок в кавычках не знаю а вот и снег просто что я вам говорил вчера в горах сочи и запечатлели уже первый снег а бузова тем временем подлинулась к тибача в ресторане сочи в общем вышла бузова в спортивном костюме не накрашенная и накрашена она оказывается такая без фильтров такая ну не такая которые я привык видеть такая ну не совсем такая но такая и в общем ну ничего ну вышла как отзывала видно что она мягко говоря любит выпить поэтому я передумал жениться на бузовой потому что мне жена алкашка не нужно и ну в общем все все любовь прошла любовь прошла все прошла но этим временем как бы ну подвинул скребача и тут же пытается обсудить дом сочи которая на соответственно купила ну сразу скажу блин ну как бы задолбали как бы все обсуждать там уже там водона его какой дом как раз на поляне за 35 миллионов я квартиру будет купила будет с двухкомнатной в да это ведь дом на красной поляне что за херню то вы несете и вот она в принципе права в этом отношении но реально мечтать за 35 даже землю не купить ну в общем все обсуждает думать что бузова немножко завысила стоимость дома на самом деле завысила она заметила я уже поэтому говорил да 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 ну а что все хотят жить она признана самым быстро растущим гордом представляете себе она потом развивается и кто хорошо не считаю поэтому ребят если вдруг кому-то но нужны хорошие домики в анапе я их снимал месяц назад обращаемся я помогу вам приобрести опять же на хороший вариант для инвестиций хороший вариант для тех кому не хватает денег на дом в городе сочи и вы в анапе можете дом в принципе купить довольно таки неплохое одноэтажные дома довольно интересные сочи такие дома стоили минимум в четыре раза дороже поэтому поэтому ребят не тупите не хватает на сочи возьмите анапу ничего плохого нет потом соответственно сыграйте на разнице и сможете быть уже в сочи а в сочи открылся традиционный джазовый фестиваль игоря будмана представлять себе а соседка у вас будет бузовой теперь все пытаются застройщики типа это здесь купил бузову серьезно потому что никто достоверно не видел ее ее недвижимость ее дом ну и на этом фоне поднимает цену ну как бы как бы я на бузовой придумал как бы жениться но если бы она ну мягко говоря была моя соседка наверно было прикольно да ну в любом случае лучше соседка пускай будет бузовой чем гребаные трансвистюги логично же логично но так бы так на тем временем военные совещания в сочи которые путин обычно проводил одни у нас перенесены и знаете я так не люблю эту политику и так не люблю есть вот этот всякую ерунду всякую дичь вчера посмотрел видеоролики рекомендованного в ютубе попалась в этот видеоролик где у нас представители мягко говоря азиатских стран сейчас книг этом совещанием и тому подобное там есть и китай есть и армения там есть на связи баржан и даже что там президент у нас и даже турции представлять себе даже президент турции и никому не секрет там дастом киргизм с кем-то конфликтует армяне там сталина скомплектовать турция тоже конфликтует до конфликту не конфликту и все равно получишь конфликтную ситуацию надо технологию и при этом как бы но при всем при этом да я что удивился сидят да и тут по сути везде куда ни плюнь везде происходит спецоперация нельзя же будет по-другому а там сидят и на совещание вместо того чтобы там не нашли там решить обсудить берут и травят анекдоты да реально анекдоты все ржут и начали парковки что-то и травят эти анекдоты тому подобное ну и как-то это выглядит наверное не очень хорошо это все равно что знаете идут похороны доходу берешь встаешь и так а сейчас я расскажу анекдот в общем хородит наркомана и в таком духе и тут наверно выглядел то же самое самое главное что самый такой скажем заводилась оказался у нас эрдоган эрдоган веселым барван конечно я видите власть нельзя у нас нашу власть критиковать правильно же поэтому скажу эрдоган ну эрдоган рассказывал не тут он рассказывал какая-то сейчас в мире творится нездоровая херня и это я прекрасно понимаю поэтому ребят наверно в это тяжелое время все сколько как путин заговорил на этот как на новый год не наша в общем да пока в мире у нас непонятки передали это хорошая возможность взять и приобрести квартиру в том месте где вы всегда мечтаете потому что любой нормальный человек даже если хотя бы один раз приедет город сочи мечтает жить в сочи сегодня я снимаю для вас те варианты которые вас могут устроить но на этом я с вами прощаюсь желаю вам всем доброго настроения вам всем добра и пока и да и мне это в комментариях спросили макс ты ездил на porsche да я ездил на porsche ну и как тебе офигенно охерительная машина просто ехал я еще раз повторюсь для тех людей которые знают что такое сочи ехать до астрахани ребят я надо ревенкутер доехал за 12 часов а вот уже там из-за этих вот реверсов да я получается доехал с золотых песков на римана до сочи прям до самого сочи за за часов 40 минут это очень хороший результат да мы ехали например по астрахани там до элиста и так далее я ехал всю дорогу 150 180 км в час ничего плохого нет ничего хорошего тоже нет ну там дорогу позволял машин не было ничего не было и в принципе нормально расход у меня получился в круг 15 литров на трассе хотя если бы я ехал по правилам дорожного движения и ехал бы там со скоростью просто у них на такие знаки прикольно есть там хорошая дорога все и там коп знак 20 км в час если бы я ехал по правилам наверное у меня расход был 10 литров но так как я ехал всегда у меня средняя скорость показывала ну реально средняя скорость за 780 км показывал сто сорок шесть километров в час у меня даже фотографии есть в инстаграме сто сорок шесть километров в час за 700 километров ешь где-то останавливался это были там следофор и так далее ну и в общем как бы так на этом я с вами прощаюсь всем добра и пока